Я поняла, что годы уходят. Я хочу замуж, я хочу ребёнка, я хочу свою семью, а у меня этого нет. Но дело уже не в этом. А дело в том, что Ирина не склонна говорить правду. А я не понимаю, какую правду, в чём правда? Тебе какая помощь нужна, и какую ты не увидела помощь? Так я не увидела вашу помощь. Ты удивительно эгоистичный человек. Ир, удачи тебе. Пока. Я, конечно, первый раз вижу, чтобы Витя ушёл из студии. Меня зовут Ирина. Мне 31 год. Я из города Озёр в Челябинской области. Я много работаю, у меня свой бизнес. И я понимаю, что я думаю только о работе. Мой гардероб лаконичный, сдержанный. В общем-то, как и моя жизнь. Вот это вот моё любимое платье. В нём я хожу на работу. Очень строгая, скромненькая. Чёрная юбочка в сочетании синим свитриком. Мне кажется, очень строго, лаконично. Ну и подходят мои должности. Я настолько погружена в свою работу, что я не обращаю внимания на окружающих меня мужчин. Она никогда не знакомится ни с кем. Она считает, что на неё никто не смотрит. Ира себя считает старой. Это слышу я от неё каждый день. Некрасивая себя тоже считает. Я поняла, что воды уходят. Я хочу замуж, я хочу ребёнка, я хочу свою семью. А у меня этого нет. Я хочу, чтобы у меня горели глаза. Я пришла на программу, чтобы вы мне помогли понять, почему я не могу встретить своего мужчину. Почему у меня нет своей семьи. Что во мне не так. Продолжение следует... Ребят, привет. Привет. Ира, привет. Ир, знакомься, это моя команда. Виктор, Женя и Юра. Зашли в студию две прекрасные девушки. И что нам делать? Вот так с ними всегда, с мужиками, пришла красивая женщина, села в кресло и поплыли. Но дело уже не в этом. А дело в том, что Ирина не склонна говорить правду. Так она рта ещё не успела открыть. А я... Ты думал, я с сантехником... Ах, вот оно что! А нет, я психолог. Попал, Виктор, в точку? Попал. Она склонна загораживаться от окружающих и от внешнего благополучия. Я не привыкла рассказывать вообще о себе. Отсюда встречный вопрос. А что ты делаешь здесь, в этом кресле? Здесь нужно рассказывать всё. Да, я пришла рассказать всё. Рассказывай. Я настолько погрузилась в свою работу, что планы о семье ушли как-то вот на второй план. Я понимаю, что я одна. Так это история всех. Что здесь особенно? К 31-му году чего ты достигла, что ты имеешь? Вот расскажи. У меня свой бизнес, у нас своё производство, реклама. Сколько лет ему? В этом году шесть будет. Вот эта вот идея, она настолько заполонила мою голову, что я была готова очень много пожар. Ты вообще, наверное, увлекающийся человек, разве нет? Да, да. Потому что вот сейчас ты загорелась перезагрузкой, на целый месяц сбросила бизнес. Да, есть возможность оставить его и уехать. И заняться личной жизнью тоже есть. Ты говоришь, что в 31 год у тебя ничего нет? Вот было бы хорошо, чтобы уже была семья, уже был ребёнок и... И что бы было? Я была бы счастлива. Кто тебе сказал, что ты была бы счастлива? Потому что та жизнь, в которой я живу сейчас, она тоже не счастливая. А вот эти шесть лет, когда ты строила свой бизнес, они были счастливы? Нет. А у тебя были какие-то отношения когда-нибудь? Когда я начинала бизнес, я была в отношениях. Мы с моим молодым человеком... Вообще мы с ним пробыли вместе семь лет. Ого! И он был против того, чтобы я начинала своё дело. Ты выбрала бизнес? И я его не слушала, да. Но это была единственная причина, почему вы расстались? Нет, это была не единственная причина. Что стало последней каплей? Моя сестра мне рассказала про то, что он пристаёт к ней. Как? Ну, откровенно пристаёт. Он знал отношения твоей с сестрой? Да. Он знал, что приставая к ней, она обязательно тебе об этом расскажет? Да. А сколько прошло лет после того, как вы расстались? Около трёх лет. И за это время были какие-то ещё мужчины у тебя? Кроме него не было. В смысле, кроме него за это время как вы расстались? Вы встречаетесь с ним? Да, мы... Ну, нет. Пошла вода горячая. Чемодан без ручки. Короче, ушёл, но недалеко. И все три года ходил туда-обратно, да. А кто инициировал его возвращение? Он... Смой, короче, такой... Что вы смеетесь? Трагедия тут, понимаете? Как трагедия? Ну, так-то мне проблема. Драма. Мы так все веселимся. А прекрасная девушка, которая сидит напротив нас, она многого нам ещё не рассказала. А это твоя, Витя. Я хочу уже... Вы хотите один на один меня оставить с этой тигрицей? Конечно. И с проблемами тоже. А мы будем порохать, как бабочки. Спасибо! Спасибо, ребята! Спасибо, спасибо. Смотрите далее. Сударыня, вы путаетесь в показаниях. Юль, ну, пожалуйста. Это очень важно. Ты боишься, что тебя осудят как-то за это? Я не хочу, чтобы люди видели... Ну, так мне внутренне посылай, хотя бы внешне надо сказать. Пошли вы все отсюда. Ир, а расскажи мне про свой город. Наш город Озёрск, он окружён озёрами со всех сторон. А люди... У нас небольшая численность населения в городе. Сколько? Порядка 100 тысяч человек. В маленьком городе люди живут одной семьёй. И тебе кажется, что до тебя есть дело каждому на улице. Там надо выживать. Там нет работы. Там в этом городе надо выживать. Даже если ты когда-нибудь решишь переехать сюда, либо ты останешься в маленьком городе, безусловно, такой маленькой хрупкой девушке нужны крепкие зубы, чтобы выгрызать то, чего ты на самом деле хочешь. Поэтому пойдём к стоматологу. Пойдём. Карен, привет. Давай знакомиться. Это наша героиня. Зовут её Ира. Ира, знакомься. Это наш стоматолог Карен Ливонович. Здравствуйте. Привет. Ир, рассказывай, есть какие-то вопросы, пожелания? Так особо ничего не беспокоит. Давай мы сделаем тебе диагностику? Давай, Карен. Маска, перчатки. Ага. При осмотре мы выявили серьёзные отложения, с которыми мы легко попрощаемся. Идёт процесс под пломбой на нижней челюсти, справа на желудок. Значит, ты заменишь пломбу и вылечишь кариес, да? Да. Это мы сделаем обязательно. В рамках проекта мы это успеем. И ещё предлагаю сделать отбеливание. Карен, я предлагаю сделать снимки, чтобы Ира увидела, в каком состоянии её зубы сейчас. И Карен сможет тебе показать, что же будет с твоими зубами, после того, как он сделает чистку, отбеливание и вылечит кариес. Да. Ты согласна? Конечно. Давайте. Ира, ты видишь, здесь зубы между собой в футбол играют. Посмотри, как они хаотично расположены. Бояться этого совершенно не нужно. Абсолютно. Челюсть сделать такой милый и очаровательный, для того, чтобы не пугать мужчин тем, что зубы-то у меня есть. Я немножко компьютерным образом смоделировал хотя бы фронтальную группу зубов. Как это будет выглядеть после ортодонтического вмешательства? Я думаю, что после консультации ортодонта станет всё понятно. Да, мы и нас учат. Что нужно оставлять, от чего надо избавляться. Да. Если вопросов нет на данном этапе, я могу вас оставить. А это во что? Это, ну, серьёзно, что это такое? Ну, дайте... А давайте, пожалуйста. Можно я посмотрю, что там у вас? Ну, ладно. А может, там у нас есть? Конечно. Одни, которые они, наверное, против. Спасибо. Ты так можешь? Да. Ты после этого будешь мне говорить, что ты житель маленького города? Я веду себя так, как веду. Я никогда не задумываюсь о том, что это хорошо, это плохо. У меня просто есть какие-то принципы. Это другое. Какие? Например, мой принцип – это скромность. Я считаю, что скромность украшает человека. Ты хочешь сказать, что скромная девушка приедет на телевизионную программу, сядет и начнёт рассказывать про себя? Это скромность. Но для меня очень важно быть культурным человеком и казаться со стороны интеллигентным человеком. Я этого хочу, почему нет? Меня волнует то, что оба мне скажут другие. Мне хочется взять какую-то кувалку и разбить вот тут стену, которая стоит. Чем это плохо? Мне кажется, это плохо только тем, что и люди тебя будут окружать точно с такой же стеной. Ты никогда не почувствуешь, что такое настоящее. Да, ты права. Начать надо. С себя. Понимаешь? Понимаю тебя, да. Пойдём к косметологу. Макс у нас и косметолог, и пластический хирург. Поэтому рассказывай. Мне не нравятся мои глаза, верхние веки. Мне кажется, что они у меня немножко опущены. Макс, как ты будешь с этим справляться? Что ты сделаешь? Здесь нужно сделать операцию блефоропластика, которая позволит нам убрать излишек кожи верхнего века, убрать грыжки. А вот на нижнем веке мы сделаем такую микрооперацию, без разрезов. Так, что ещё будем делать? Для того, чтобы убрать мимические морщинки на опу, уколим бутулинический токсин. Я бы сделал профилактику носогубной складки, вёл бы её собственные жировые клетки. Я правильно понимаю, что вы сейчас пойдёте в операционную? Ты найдёшь у Иры какой-то участок тела, где есть эта жировая прослойка. Я нам не покажу. Вот такую какую-нибудь складочку где-нибудь. Только раздеваться не буду, хорошо? Это как? А где мы будем искать у тебя жировые прослойки? Останутся только кисти рук, они у тебя очень худые, посмотришь, косточки все торчат. Ну только я на камеру не буду, ладно? Хорошо. Ты на пляже загораешь? Загораю, да, но... Нет, я не буду в нижнем белье сниматься. Я не буду сниматься в нижнем белье. Ну как-то можно же это обыграть так, чтобы я не снималась в нижнем белье. Юль, ну пожалуйста. Это очень важно. Я услышала, что ты сказала, я все понимаю, но мне недостаточно от тебя услышать, мне это важно. Ты что-то боишься? Ты боишься, что тебя осудят как-то за это? Я не хочу, чтобы люди видели меня в нижнем белье. Тебя никто тут насильно ничего не заставляет делать. Все, что у нас происходит, происходит в рамках проекта. Мы тебя услышали, мы тебя с Максом прекрасно поняли. Макс будет очень корректен по отношению к тебе. Готово? Готово. Виктор Пономаренко, психолог. Ирина, здравствуй. Здравствуйте. Ты и при первой нашей встрече показалась мне такой немножко снежной королевой. Может быть, это внешняя оболочка, может быть, незнакома людям кажется, что я высокомерная, гордая. Люди, которые меня знают, никогда так про меня не скажут. Знаешь, как ты сейчас это говоришь? Я очень открытый человек. Никакого высокомерия во мне нет. Я очень открытый человек. Понимаете? Да. Что тебя заморозило? Я вся в делах, в каких-то проблемах, в какой-то работе. Ты человек задачи, цели. Да, цель. А какая у тебя цель? Что ты хочешь? У меня всегда была задача, цель построить, сделать, достигнуть того, что я перед собой поставила. Но я никогда не ставила целью сделать деньги. Допустим, у меня цель была купить печатную машину. Я этой цели достигну. Для чего я не ставила перед собой цель? То есть ты не знала, как на этом заработать? Я даже не думала об этом. Нет, вернее, я хотела зарабатывать. Естественно... Сударыня, а вы путаетесь в показаниях. Да. То хотела заработать, то не хотела заработать. Если ты сама себя не понимаешь, то как же тебя поймут окружающие? Поэтому обращаться к судьбе нужно внятно. Дорогая судьба, я хочу вот этого. Я хочу замуж. Я хочу ребенка. А может, ты шутишь? Может, это опять очередная машинка печатающая? Хочу, но не знаю для чего. Я знаю для чего. Для чего? Я хочу, чтобы у меня был любимый муж. Мой ребенок. Любимый или любящий? И любящий, и любимый. А ты умеешь любить? Думаю, что да. Вот, что значит, думаю, что да. Ты кого-нибудь в своей жизни любила? Любила. Кого? Своего молодого человека. Очень любил. Насколько я помню, ты увидела его измену. И ты сразу изменила к нему отношения. Для меня это было предательство. Ну, вот опиши свое чувство к этому человеку, когда ты узнала вот эти факты. Сразу перевернулся мир? Сразу. Сразу отношение к нему поменялось? Сразу. Полностью. Такой вопрос о любви. Кого и что ты любила? Он же не изменился никак. Но как только поменялся его интерес, ты понимаешь, что он к тебе охладел, ты сразу поняла, что никакой любви к нему нет. Наши отношения как-то изжили себя. Мы стали такими разными. И я очень сильно изменилась. Ирина, понимаешь, какую историю? Любовь – это самопожертвование. Это полная самоотдача, растворение в любимом человеке. Любовь простирается иногда до уродливых вещей. Когда этот человек изменяет, когда он поднимает руку, она его любит до ума помрачения. Ты говоришь, ваши отношения исчерпались. А там, как я понимаю, много-то и не было. Это не любовь. И как только твой молодой человек стал помехой, абузой, да еще и позволил себе нечто непозволительное с моральной точки зрения, ты его как шелуху отбросила. Да, переживала, потому что у тебя какая альтернатива на тот момент? Либо с ним, либо одна. Одной тебе неуют. Нет, я не думала об этом. А люди не думают об этом. Ты просто женщина не по его силам. Знаешь, как говорила моя прабабушка, дерево надо рубить по себе. А как тогда объяснить то, что он до сих пор ухаживает за мной, до сих пор хочет, чтобы мы были вместе? Тогда, если он поставил точку в этих отношениях, почему тогда он так сейчас себя ведет? Это уже почти три года длится. Я с ним общалась, я с ним пыталась строить какие-то отношения повторные. Я ловила себя на том, что я не люблю его. Не знаю, как это объяснить. Вот ты мне задала вопрос, и я ждал паузы. Вот когда ты сделаешь паузу, чтобы дать мне ответить. Да. Да, да. Ты паузы не сделала, но ты перешла на свои чувства. Ты удивительно эгоистичный человек. Если писать портрет эгоиста, это надо брать Ирину и писать с нее портрет. Я такая? Ну вот только что произошло. Это показательное выступление. А отвечая на твой вопрос, я таким полувопросом переспрошу. А ты помнишь замечательный советский комедийный фильм, когда несколько заключенных сбежали из тюрьмы? Конечно. Когда они вот помыкались, побегали. Василий Алибабаевич, помнишь, что сказал? А в тюрьме сейчас макароны дают. Фу! Это ответ на твой вопрос. Кошмар. Да нет никакого кошмара. Хотя есть некоторая особенность. Наверное, твоя прежде всего. Ты не думаешь, какого мужчину ты выбираешь. Вот пойдешь платье выбирать, ты долго будешь думать, мерять. А мужчину берешь любого, первого, кто подвернулся. Вот и вся проблема. Инфантильное, безответственное отношение к выбору своего, своей судьбы, своего суженного. Не задумывалась никогда об этом. Ну, сейчас задумайся, пожалуйста. А мы с тобой увидимся на эксперименте. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Ну что ж, настала пора для нашего с тобой эксперимента. Я очень хочу, чтобы ты вжилась в роль семейной женщины. Ну, по крайней мере, в нашем эксперименте, а там лиха беда начала. Готова? Готова. Ну что ж, тогда завтра с утра едем в реальную семью. Хорошо. Спокойной ночи. Мне так нравится. Я не хочу ничего знать заранее. Пусть это будет сюрпризом для меня. Ира пришла на программу с осознанным стремлением выйти замуж, создать семью, родить детей. Именно поэтому наш эксперимент представлял собой семейную площадку. Мы пришли в реальную семью, где отец воспитывает двоих детей. Мы ее тоже одновременно посетим. Здравствуйте. Ирина, я так понимаю, да? Да. Василина? Меня зовут? Да. Проходите. Это тетя Ира, это у нас Егор, это у нас Сашенька. Мне сейчас нужно побежать. Я тебе дам список, ты сделаешь. Я полагаю, все как надо. Сегодня телевизор не смотрим. Наказано. Ира, тебе полное доверие. Самое, что есть, драгоценное, оставляю на твое попечительство сегодня. Давайте пять. Все, давайте. Я побежал. Так, приготовить завтрак. Я растерялась, надо было готовить есть, я не знала, что готовить есть. Мамочка. Смотрите далее. Что случилось? Да нет, да все, Марина, все нормально. Мы не снимаем тебя, скажи, на что случилось? Да не пишут, тебя все остановились уже. Ты ведь правду скажешь, Виктор, что здесь происходило? Думаю, что я сюда приехала. Простите, пожалуйста. Ранее в программе. Я пришла на программу, чтобы вы мне помогли понять, почему я не могу встретить своего мужчину. А ты умеешь любить? Думаю, что да. Ты кого-нибудь в своей жизни любила? Любила. Наши отношения как-то изжили себя. И как только твой молодой человек стал помехой, обузой, ты его как шелуху отбросила. Это не любовь, ты удивительно эгоистичный человек. Я такая? А какая у тебя цель? Что ты хочешь? Я хочу замуж, я хочу ребенка. Я очень хочу, чтобы ты вжилась в роль семейной женщины. Я растерялась, надо было готовить есть, я не знала, что готовить есть. Газовая плита. Она должна же загореться. Я есть, я захочу. Я тоже уже есть хочу. Ничего страшного, но поедят попозже, какая разница. Полчаса раньше, полчаса позже. Ну скоро уже еда приготовлена. Ребят, давайте жить дружно. Папа попросил, чтобы вы брали игрушки. Егорик, давай уберем игрушки. Все равно потом их поиграем. Хорошо, что вы хотите, чтобы вы брали игрушки, давайте договоримся. Хотим есть. Есть. Ой, манечка. С вареньем будете кашку? Угу. Она воняет. Ты ее попробуй сначала? Я вообще кашу не люблю. Ну только рисую и пшеную. Берете йогурт? Что там у нас, сон по расписанию? Да, мне уроки делать надо. Ну пойдем спать. Я сама уроки не сделаю. Хорошо. Давай вместе делать уроки и Егорику укладывать вместе. Давай? Меридианы звезды сверкали, словно голубые и розовые лампочки. Что такое меридианы? Ну это... Что такое меридианы звезд? Саша, давай дальше читать книжку. Так я же не понимаю, что читать. Я же не объясню. Я сейчас тебе объясню. Саша, выключи, пожалуйста. И вот мы сидели, читали. Егор вообще не ложился спать, мы никак не могли его усыпить. Егор, мы же с тобой договорились. Потому что он не хочет спать. Егор у нас не поспал. Давайте хотя бы гулять пойдем вовремя. Давай, хорошо. Егор, где твоя одежда? Это комбинезон, да? Прямо так одеваете? Давай снимем штаны. Иди мой посуду, я его одену. Хорошо, спасибо. Саша, вы оделись? Да. Егор, подожди нас. Не стелись. Егор, иди сюда. Я с тобой побегу. Я не иду, а скажу. Молодец. Только тихо, только коньков не хватает. Вставай. Опа. Все, пошли. Гоу. У нас обед с 14.20 по 15.00. Давайте сделаем куриное филе. Будем кушать? Будем. Господи, так мало времени, мы ничего не успеваем. Папа не разрешил вам смотреть телевизор. Выключи. Саш. Так мы не договаривались. Чего? Ты ничего не помогаешь. Нет, я сказала, дай тебе помогу, сказала, нет, не надо. А за Егором сидеть, это не помощь. Он должен убираться. Это только у Наполеона получалось. Сначала ввязаться в бой, а потом уж там все разобраться, посмотреть и победить. А мы есть хотим. Сейчас. Она была между кухней, между коридорами, между нами и не успевала. Мне кажется, у нее не очень получилось быть мамой. Очень смешно. Пойдем мыться. Давай сюда. Иди, живай. Что там у нас по списку? Обедом заканчивается? Обед в 15.00 заканчивается. А сейчас сколько? Уже больше, наверное. Фактически ни один из пунктов расписания, которые отец этого семейства подготовил для Иры, она не выполнила. А когда папа вернулся и увидел, что происходит в этом доме, папа пришел в ужас. Папа, привет! Папа, привет! Привет, Егор. Мы застык не ели. Все, поверь. А что он такой горячий? Бесились только что. Сейчас переодеться надо. Мы сегодня ели. Садимся кушать. Папа? Нет, не спал. Поздно садитесь-то. А это что такое? Это курочка. Ира, детям жареной нельзя. Детям надо поесть. Детям курицу не нужно есть. Почему вы мне об этом не сказали? Давай картошку. Здесь картошка. Телевизор они не смотрели? Нет. Водичка и картошка. Отлично. Здрасте. Здрасте. Привет, Егор. Ну как впечатления от домохозяйки? Ну вот смотрите, время... Дети должны были пообедать полтора часа назад. Чем они обедают? Картошкой. Мне кажется, все хорошо. Ирина, ну все, заканчивай, пожалуйста. Все, я думаю, что здесь уже и без тебя разберутся. Ну хорошо. До свидания. Пока. Всего доброго. Всего доброго. Сейчас, ребята, я через часок приготовлю нормальную еду. Все? Закончилась съемка? Да. Да, закончилась? Да. Что случилось? Да нет, да все, Марина, все нормально. Скажи, что? Ну, правда... Мы не снимаем тебя, скажи мне, что случилось? Да не пишут, тебя все остановились уже. Ну, неприятные такие вещи я себе слышу. Что случилось? Устала? Нет, не устала. Эксперимент мне очень понравился. И на протяжении всего эксперимента, да и вообще на протяжении всей программы, Ира держит лицо. Не дай бог, кто-то увидит ее слабость. Ира, ты когда-нибудь вообще будешь настоящий? Ты правду скажешь, Виктор, что здесь происходило? А я не понимаю, какую правду, в чем правда? Нет. Так, давайте, давайте так. Да, давайте, давайте. Результат вы видите? Давайте на чистоту. Да, папа остался недоволен. Какой смысл оправдываться? Ты врешь сейчас и оправдываешься, говоришь, а все было хорошо. Ну, мне понравилось, как прошел день. Я думаю, что здесь, Ира, нас не обманывает в своей самооценке. Ты всегда будешь права. Это свойство всех эгоцентричных натур. И именно это отталкивает людей, пойми. Вопрос-то был, почему у меня не складываются отношения? Почему не получается? Вот почему не получается? Потому что ты наделала кучу ошибок, рассердилась до слез. Потом взяла себя в руки, и вот эта победительная такая вот позиция. Ну, в основном-то все хорошо. Ты поняла, о чем я сейчас говорю? Или ты продолжаешь внутренне всех нас посылать куда подальше? Ну, так не внутренне посылай, а хотя бы внешне надо сказать, пошли вы все отсюда. Десяток себе вести. Это я поняла. Все мы через это проходим. Пришла пора пройти и тебе. Ну, я сейчас думаю, что меня все считают убийской. Я не могу понять, почему. Думаю, что из Рассида приехала. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Евгений Седой. Юрий Столяров. Стилисты. Привет. Юра, привет. Привет. Как дела, рассказывай? Хорошо. Ирочка, вот я понимаю, что есть какие-то проблемы. Я вижу, что есть последствия косметологических. Это не проблемы. Это абсолютно естественный процесс. Процесс. Я научу тебя пользоваться тональным средством так, чтобы его не было так сильно видно на коже. Но об этом мы поговорим в моей маякап-комнате. Потому что сейчас у нас есть потрясающее платье резинка. Совершенно верно. Казалось бы, обычное платье в лапшу, которое украсит твою фигуру. Фигура-то хорошая. Но ведь есть горчичная оторочка. Есть горчичная оторочка, которая сделала это платье совершенно уникальным. Какая появилась у нас изюминка? У нас ведь не только пальто, которое вытянет и сделает более совершенной твою фигуру, но, например, шнурки от кроссовок подбираешь в гармонии с деталью твоего классического ансамбля. Который и так является изюмином. Абсолютно. Пожалуйста, кроссовки. Очень красивый двусторонний клавиш. Пожалуйста. Спасибо. Лидия, переодевайся. Ну как? Для меня очень непривычный образ. Что именно непривычно для тебя в этом образе? Я никогда не ходила в кроссовках. Добро пожаловать в 2016 год. Это действительно очень важно. Иногда смотреть на то, что вообще происходит за пределами твоего микрорайона. Ты станешь действительно трендсеттером у себя в городе. Потому что пижамный стиль, ну, пожалуй, один из самых актуальных стилей этого сезона. Самых ярких. Мы оденем вниз что? Бельевой топ. Бельевой топ с кружевами внизу. И туфли на шпильке. Держи. Спасибо. И мы меняем клач на женский. Элегантную, элегантную, небольшую сумочку. Держи. Ну как? Мне очень нравится. Это мой стиль, только модный. Но у нас есть еще варианты пижамы. Подождите, это что? Ты знаешь, с чем дело? Когда мы собирали этот образ для Иры, нам показалось недостаточно, что здесь кружева находятся только в нижней части этого ансамбла. Ну и вообще, на самом деле, сначала мы надеваем топ, потом надеваем платье. Поверх мы надеваем белый классический жакет и остаемся в классических туфлях-лодочках. С прежней сумкой. Держи. 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 Ну как? Опять очень нравится. А тебе комфортно? Угу. Не хочется там одернуть платье? У меня красивые ноги. Стройные ноги, талия осиная. Любой наряд на Ире, в принципе, будет смотреться... Да красивее смотрятся вещи на стройных девушках, чем на полненьких. Это ни для кого не секрет, поэтому все модели стройные. Ну самая сложная в жизни девушки что? Сохранить свою фигуру в превосходной форме. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Грэн, присаживайся в кресло. И мы на тебя посмотрим. На твои волосы. Узнаю, наконец, почему у тебя корни светлее, середина темнее, а концы вообще вот-вот отвалятся. Почему они в таком состоянии у тебя? Я каждый день чешками пользуюсь. А-а-а. Мне очень сильно вьют волосы. Значит, ты вообще не ухаживаешь за ними. Одна из самых лучших термозащит – это просто обычный лак для волос. Потому что, когда ты укладываешься горячим способом на лак, тебе требуется намного меньше теплового воздействия на волосы. Поэтому попробуй лак. Ну, это вот такая вот небольшая рекомендация в начале нашего с тобой сотрудничества. Смотрите далее. Что, проблемная девушка у нас в программе? Зачем вы так меня опускаете? Ну, не так. Почему мы опускаем? Мы что, говорим, что ты плохой человек? Все, ребят, правда, честное слово. При всем уважении. Юлечка. Ой, Руся, конечно, задала ты мне жару со своим ламинированием. Привет, привет, Жень. Привет, Ира. Что, проблемная девушка у нас на программе? Волосы у нее проблемными были. Только волосы? Да, она слишком много им уделяла внимания. Ну, Ира, вообще вы много уделяете внимания и тональному средству. Волосы у меня можно переборщить. Я осознала свои ошибки. А что ты осознала? Я осознала, что надо все делать с умом. Ну, тебе... Ну, тебе ума-то не занимать вообще. Ты же с умом все делала. Просто иногда нужно обязательно спрашивать менее профессионалов. И, разумеется, ходить к ним. А если вы хотите попасть в руки настоящих профессионалов, приходите к нам на перезагрузку. Только для этого запишитесь на кастинг по адресу, который вы прямо сейчас видите на экране. А мы с Ирой отправляемся в мейкап-студию. А я к вам скоро присоединюсь. Давай, Ирин. Мы в это верим. Юрий Столяров. Звездный визажист. Нам с тобой есть о чем поговорить. Конечно, поговорим с тобой очень подробно про тональные основы. Но прежде чем мы начнем что-то маскировать, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы проблем на коже было как можно меньше. Ира, макияж несложный, но сделаны очень правильные акценты на лице, которые действительно тебя... То есть это будет вот так? ...украшают. Это будет прям ровно вот так. Прямо ничего даже не изменится, кроме того, что, мне кажется, должна появиться на голове укладка. Ну, раз я появился здесь, значит, появится и укладка. Ира, расскажи, что ты чувствуешь прямо сейчас и чего ты больше всего боишься? Я сама не знаю, чего я боюсь, потому что... Неизвестности, наверное, да? Наверное, да. Раз. Оно видит совсем другое. Два. Три. Ух ты. Ну что, лысая ты? И в бурю, и в зной всегда держать марку. Мне кажется, это про нашу Иру. Рядом с собой такие вот демонстративные, декоративные натуры оставляют только тех, кто их воспринимает положительно. Мне кажется, как все мы. Кто будет нас понимать, кто будет разжигать. Жить. Ирине нужно, чтобы ее понимали. Она себя сама прекрасно понимает. Мы делали попытку на протяжении месяца ее понимать и попросить, чтобы она тоже понимала людей, которые ее окружают. Я права в любом случае. Вы спросите, хоть как-то приблизите Ирину к этой адекватности? Я очень надеюсь, что она нас услышит. Она поймет, что мы ей не враги. А у Ирины есть подруги. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Меня Марина. Мы подруги Иры. Близкие подруги? Да. Расскажите, какой вы видите Ирину, свою Ирину. Ну, она добрая, открытая, она безотказная. А вы видели, когда-нибудь Ирину злой? Конечно, она очень часто злится. Агрессивная, кричащая. На что она больше всего злится? Ну, нету чего-то конкретного. Вспомните свою последнюю ссору с ней. Ну, мы с ней не ругаемся. Мы с ней никогда не ругались. Потому что с ней поругаться невозможно. Например, вот с Мариной мы там, например, можем поругаться. Правильно, потому что Марина живая и настоящая. А как можно поругаться с человеком, который всегда держит Марку? Всегда. Не Марку, а лицо. Вот она держит лицо все время такое. Давайте уже ее позовем и поговорим вместе с Ириной. А то как-то... Ира! Хай-хай-ни! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, я плачу не могу. Я? Нет. Я тоже что-то плачу. Дибулечки мои. Лобочка Ирочка. Привет. Привет, мою гору. Вы чё? Ну как? Делитесь впечатлениями. Какая Ира была и что она в итоге получила? Ты получила чего-то хотела. А ты чего хотела, Ир? Разобраться в себе. Разобралась? Ну и как? Я для себя поняла очень важную вещь. Я настолько привыкла, что всегда рассчитываешь только на себя. И что когда есть помощь, я её просто не вижу. Тебе какая помощь нужна и какую ты не увидела помощь? Так я не увидела вашу помощь. Я тебя поздравляю с новым прекрасным платьем, с великолепной прической. Если у вас позволение, я ухожу. Нет, нет, Витя, я первый раз в жизни вижу, чтобы Витя вообще встал и захотел выйти на финале. И такого не видела никогда. Нет, это не от неприязни к тебе, поверь, и не какое-то там моё... Я не понимаю, я просто правду не понимаю. А просто потому, что я здесь в этой программе ничего не сделал. Ты не захотела показать самой себе свою слабость в чём-то, свои ошибки очевидные для всех окружающих. Да и для тебя тоже. Самое сильное, что тебя оскорбляло, что тебя кто-то увидит слабый. Потому что Ира всегда на высоте. Вся наша жёсткая форма – это последний шанс докричаться за тебя. Последний шанс. Но ты говоришь, стоп, я что-то не поняла. Всё, ребят, правда, честное слово. При всём уважении. Юлечка. Девчонки, принимайте свою красотолю. Красотоля действительно потрясающая. Ребят, мой респект, как всегда. Вы были на высоте. До скорого. Ира, удачи тебе. А так, всё у тебя прекрасно. Пока. Чё-то прям оскорбили так всё, как-то плохо так сказали. Оскорблений здесь не прозвучало абсолютно никаких. Не знаю, мне кажется, Ира не такая, как вы говорите. Ира для вас такая, какой она хотела, чтобы вы её видели. И в этом она сильная и успешна. Она добивается этого. И добивалась этого всегда, пока не пришла туда, где работают камеры. Ну, послушайте, ребят, ну что? Ну, я не согласна с вами. И ты имеешь на это право. Зачем вы так меня опускаете? Ну, не так. Почему мы опускаем? Мы что, говорим, что ты плохой человек? Нет. Вы говорите, что я играю. Я вообще не играла. Я очень надеюсь, что мы все здесь ошибаемся. Витя, в твоей жизни после перезагрузки наступит замечательный, потрясающий этап. И, может быть, это будет именно благодаря нашей программе. Я слегка растерялась, наверное, от того, что произошло. Я, конечно, первый раз вижу, чтобы Витя ушёл из студии. Я бы очень хотела, чтобы Ира, пусть не сегодня сегодня, она уйдёт в дикобиде. Она меня выставили, подставили. Я не знаю, с какого раза, пересмотрев эту передачу, может быть, наконец поймёт, о чём она. Я не жалею, что я попала на перезагрузку. Наверное, я посмотрю на себя со стороны, с экрана, и многое пойму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представь себе, что я с обезьянкой, а ты улыбаешься. Представь себе, что Карен Ливонович – это Брэд Питт. Ты его первый раз увидела, и как будто ему улыбнулась. Сколько бы очарования ты вложила в эту улыбку. И вдруг этот Брэд Питт собирается сделать тебе предложение. В следующей программе. Я не могу найти работу себе из-за того, что нету зубов. И что, говорят, фейсом не вышло или что? Зубов не вышло, типа, вы нам не подходите. Мы же всё равно тебе зубы вставим. Я не уверен, вставим ли мы тебе новые мозги. Вот этот шанс, он у тебя будет один. Всё зависит от того, как ты его используешь. Да я не могу, мне неудобно ещё. И что мне ты с тобой делаешь? Нормально, говори со мной. Я так вроде громко говорю. Всё, уйди отсюда, уйди с глаз моих. Эксперимент окончен. Уйди с моих глаз.